65-летию народного артиста СССР Николая Петрова посвящается 9-й международный фестиваль «Кремль музыкальный». Праздник открывается сегодня, в день рождения выдающегося музыканта в вооруженной палате Московского Кремля. Главный повод для звучания музыки – сама музыка, утверждает маэстро. Идея смотра – преемственность поколений. Поэтому среди его участников и мировые звезды исполнительского искусства, и те, кто начинает свой творческий путь. Накануне открытия фестиваля с юбиляром встретилась Елена Казанцева. Гедонист, сиборит, избалованный человек. Это Николай Петров про себя. Что поделать, любит он спокойную жизнь, поэтому дает концерты в 40 год, не больше. Красивые вещи, к жаль уже ставить некуда, ухоженных котлов британцев. Два – это францик и мазик, а это их игры, они играются. Любимое времяпрепровождение Обломова Петрова, персонаж Гончарова из любимых, посидеть на даче на Николиной горе. Сижу в удобном кресле, читаю книжку, глажу кота, кулю сигаретку, смотрю на природу. И мне очень хорошо, мне часто говорю больше, мне никуда даже не хочется ехать. Но выезжать в Петрову приходится все же часто, особенно в апреле. В этом месте пианист проводит свой фестиваль «Кремль музыкальный». На нем показывают публики себя и тех, кого хочется показать. На этот раз из молодых – это лауреата вторых премий последнего конкурса Щековского, Никита Борисоглевский и Мирослав Култышев. Впервые выступает израильский камерный оркестр и джазовое трио Даниила Крамера. Трио Крамера вместе с гитаристом, потомка знаменитого бессариона Белинского Фредериком, репетицию проводит боем, то есть концертом. Давно привыкли к поджазовой привычке не выступать, а скорее устраивать тишины. С Николаем Петровым Крамер знаком четверть века. В 83-м году он, только закончивавший Днесинку пианист, предстал перед трефекционной комиссией филармонии, в которую входил и Николай Арнольдович. Тогда никто не знал, что с самого детства время с 11 до 12 вечера было для юного Коли Петрова священным. Он слушал джазовую программу по голосу Америки. И когда Николай Арнольдович услышал Крамера, он решил приложить руку к карьере пианиста. В буквальном смысле этого слова. Он пошел кричать и стучать кулаком в Министерство культуры по поводу того, что он хороший пианист, вы его не знаете, а я его слышал, дайте ему денег. Мощный кулак Петрова помог, деньги Крамеру дали, и не самые маленькие. На этот раз любителю джаза Петрову даже руку прикладывать не приходится. Решил и пригласил. Такова формула фестиваля Кремль музыкальный. Ну а пока в последние дни гидонист Николай Петров проводит в собирании самой дорогой для себя коллекции. Я сейчас наслаждаюсь тем, коллекционирую те минуты, когда я могу вот здесь сидеть. Вот здесь я сижу, посмотрю туда, и как Ноздрев скажу, вот это мое. А потом я вот туда пересяду, посмотрю, на теннисной корне, там тоже скажу, вот это тоже мое. Фестиваль Кремль музыкальной вооруженной палате – это тоже его. Как утверждает Николай Петров, сейчас настало счастливое время, когда имя стало работать на него, а не он на имя. И можно в перерывах между поиском и продвижением молодых музыкантов собственными ежедневными репетициями позволить себе сибористовать. Елена Казанцева, Олег Левитин, Александр Подпуха, Служба информации, Телеканал Культура.